И обо всем по порядку. Касым Жумар Тукаев официально вступил в должность президента страны. Сегодня в столице прошла церемония инаугурации нового главы государства. Тукаев принял присягу, получил служебное удостоверение и озвучил 10 задач, которые намерен решить в ближайшие годы. О том, как прошла инаугурация, знает наш специальный корреспондент Илья Рыбин. Пожалуй, это самая лаконичная и скромная инаугурация за всю историю независимости страны, которая прошла через рекордно короткий срок на третий день после проведения выборов. Церемония торжественного принятия присяги Касым Жумар Тукаева продлилась ровно 60 минут. Если бы не наличие красной дорожки и оркестра, могло показаться, что это обычная встреча президента с подчиненными. Никаких иностранных гостей, кроме дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, депутатов парламента, членов правительства и Конституционного совета, а также судей Верховного суда. Под звуки военного оркестра во Дворце независимости появился Нурсултан Назарбаев, после чего по красной дорожке к трибуне прошел и Касым Жумар Тукаев. По правилам, вступающий в должность президент должен принести клятву, получить служебное удостоверение и поцеловать флаг. Самым зрелищным в этой процедуре было смонтированное видео с поднятием флага над Ак-Ордой и синхронными залпами из пушек. Касым Жумар Тукаев озвучил 10 задач, которые намерен начать выполнять с сегодняшнего дня. Моя цель – обеспечить единство общества и защищать права каждого гражданина. Власть обязана слышать запросы людей, решать проблемы на местах, регулярно отчитываться перед гражданами. Не обещать, а делать. Президент Тукаев пообещал искоренить коррупцию, реформировать суд и правоохранительную систему, улучшить благосостояние граждан. Для решения последнего вопроса в ближайшее время пройдет совместное заседание правительства, где озвучат конкретные меры. В заключении Касым Жумар Тукаев пообещал трудиться, не жалея сил. Илья Рыбин, Нуркин, Токмурзин, Информбюро, Нур Султан. Власть обязана выполнять свои обещания перед народом, заявил сегодня Касым Жумар Тукаев. Для диалога президент решил создать Национальный совет общественного доверия. Разные мнения, но единая нация – вот главный ориентир. Поэтому я решил создать Национальный совет общественного доверия. Первое совещание совета будет проведено в августе этого года. Субтитры создавал DimaTorzok